Просто выйти на прогулку – тяжелое испытание для семьи Молчановых. У Евгения Петровича проблемы со здоровьем. Спустить инвалидную коляску на Комиссарова 28 невозможно. Здесь нет пандуса. А зимой ступеньки становятся еще и скользкими. И без того непростой квест усложняется. Лестница сильно крутая, если по-русски говоря правильно. Это угол подъема неправильно, сильно завышен. И вся проблема именно в этой высоте поднимать человек. Ну, если даже он сам едет на коляске, то он не поднимется точно. Евгений Петрович летом 2022 года перенес инсульт. Теперь он инвалид первой группы. С пожилым человеком постоянно находится сиделка. Мужчина не способен самостоятельно передвигаться. Ему трудно даже говорить. Неси кружечку. Неси. Поехали. Отлично. Замечательно. Среди назначения врача не только прием препаратов, но и регулярные прогулки. Правда, выполнить эту рекомендацию практически невозможно. У семьи Волчановых есть раздвижной пандус, но он не подходит. Нужен другой, зигзагообразный. Такой вид рампы уменьшит наклон и позволит безопасно спустить инвалидную коляску. Ирина Николаевна практически год добивается установки пандуса. Я все-таки ждала за время сезона положительных действий, но только одна корреспонденция приходит. И причем с таким содержанием, которое непонятно для обыкновенных рядовых людей, тем более для меня по возрасту. Дело в том, что есть закон такой, помогать. А я что, должна ходить с протянутой рукой? В мэрии города Владимира сообщили, что муниципальная комиссия приняла решение о необходимости технического обследования. Эксперты выйдут на Комиссарова-28. Решение о возможности или невозможности реконструкции, оборудования будет приниматься в муниципальной комиссии уже по результатам этого технического обследования. По результатам запросов в специализированной организации, на сегодняшний день определенный подрядчик, идет подготовка необходимых документов, в том числе проекта муниципального контракта. Как утверждают в городской администрации, пандус установят. Процесс заключения и исполнение муниципального контракта дело не быстрое, но процедуру обещают ускорить. Алексей Дудин, Дмитрий Базаров и Дмитрий Шаталов.